На экране было показано о том, что Джан Хауккис Университет выставил свое исследование, в котором выяснил, что впервые за долгое время, хотя я не смотрел, Соединенные Штаты уже далеко не на первом месте. На первое место переместились другие страны, и они по порядку сверху. Северная, точнее Южная Корея, Германия, Вьетнам, Россия, Франция, Япония, United Kingdom, Великобритания, Нидерланды, Бразилия, Италия. И только после этого идет Соединенные Штаты по количеству случаев и смертей, которые произошли в этих странах. То есть вся Европа красного цвета. Давайте я закончу с этим, чтобы уже после этого не отвлекаться. Дело в том, что мы что, победили вот эту всю вещь? Каким образом, скажите, в вакцинации? Как мы это победили? Вот было, 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 вдруг все отменили. И мы сейчас переходим к тому, о чем идет речь. И до этого надо дойти, поэтому давайте я буду по порядку говорить. Прошу прощения еще раз за накладки со звуком. Объективно, не объективно, не имеет значения. Итак, Земля, она называется Мритчью Лока. Самая низкая продолжительность жизни во Вселенной. Самая низкая. Но зато есть возможность эволюции. То есть есть возможность, это был дар для вознесения в духовный мир. Ну, почему человек рожден, чтобы прожить, ну, как говорится, сто лет всего, да, на других, скажем, уровнях сознания, вот там, где живут высшие существа, точно такие же, каким, ну, просто у них уровень сознания совсем другой. Если мы хотим туда переместиться и жить дольше, ну, тогда мы должны перемещаться, какие-то процедуры совершать и так далее. Но все равно это материальный мир, поэтому сколько ни живи, все равно 100 лет, 200, 500, сколько угодно, все равно это будет ограничение. Поэтому всему приходит конец просто совсем по-другому. Но, конечно, здесь страданий неизмеримо больше. Эти страдания, у нас несколько видов страданий. Я сейчас буду говорить очень быстро тогда, чтобы это все было. И вот, значит, для начала есть карма, да, за которой следит высшее существо, которое живет, скажем так, на низшем уровне сознания. Там есть типа хранилища, такое хранилища душ, куда мы все попадаем после смерти, физической смерти этого тела, но без деталей, да. Вот, зовут его Дхармарадж или Ямарадж, повелитель бог смерти. И вот этот Дхармарадж, он следит за соблюдением правил. Не соблюдение правила ведет к тому, что мы получаем негативную карму. Не соблюдение правила. Если мы соблюдаем правила, то мы получаем хорошую карму, но все равно карма есть, скажем, действие, да. К духовности не имеет сейчас вообще никакого отношения. Мы сейчас пока говорим о нашей материальной вселенной, в которой появляются люди, которые следят, да, или помогают нам соблюдать закон. Какой закон нашего предназначения? Эти люди сегодня в материальном нашем мире, их зовут по-разному. Их зовут астрологи, их зовут нумерологи, их зовут психологи, карма-психологи и так далее, и так далее. Они знают чуть больше, чем обычные люди. И это их специализация, и они помогают нам, вот, скажем так, понять, кто мы есть. То есть на всех нас влияют астрономические тела под названием планеты. И, соответственно, если мы этого не знаем, то мы получаем по пашке, что приводит к тому, что мы имеем очень серьезную проблему под названием смерть. У кого-то она раньше, у кого-то она позже, но так или иначе, тем не менее, в материальном вселенной так она всегда происходит. Ну, и здесь приводится пример, который я начал говорить, после чего я, наконец, решил посмотреть, что там происходит в чате, выяснил, что там нет звука. Сиддхарта Гаутама. Посланец, посланец, аватар, о котором шла речь, и уже речь эта шла не один раз. Но просто что было более подробно, скажем, об этом не освещалось. Ну, задачи там какие-то были, у него были определенные задачи, да. И вот у него, мама его умерла при родах, его воспитывала бабушка, вот, то есть он был сыном Анджаны, да, бабушку так звали. И его окружили очень резюмное, большее благоприятствование. Там его царь, вот, отец его, значит, люди вокруг него были все всегда веселые, все всегда молодые, все всегда здоровые. Если где-то что-то было, их сразу убирали и заменяли другим человеком. И у него был учитель, который вот его обучал всяким наукам, там, материальным, как обычно, обучая детей в школу, так сказать. Ну, в школу он не ходил, понятно, его обучал вот этот вот учитель. Но вокруг этого всего поместья или замка этого, это все-таки замок, это был король, вот, он был царевичем. Была огромная стена, и ничего не было понятно, что он находится за забором. Ему все время казалось, что что-то не то. Ему хотелось узнать, а что там за забором? Ну, нам все время хочется узнать, что там у них, понимаете, вот, что там у соседей, понимаете, или что-то на другой планете. Нас там не ждали пока еще, так мы туда скоро прилетим, сказал Илон Маск, и начал строить станции. Вот, так, короче говоря, значит, в один прекрасный момент он говорит, я пошел. Он говорит, куда ты пошел? Говорит, я хочу посмотреть все за забором. Ну, царевич, все-таки, перечить как бы нельзя. Он говорит, ладно, я пойду тогда с тобой. Вот они идут, перелезли через эту самую стену, через забор, идут, и вдруг они встретились, значит, смотрит молодая женщина, да, и кричит от боли, то есть кричит, плачет, кричит. А он спрашивает, а что такое? Чего она такая, это самое? Чего она кричит? И ему учитель говорит, она рожает. И вот, значит, они остановились, он смотрит, да, и вот появился ребенок, который тоже начал кричать, пронзительно кричать. Он говорит, ну, хорошо, ей больно, допустим, она кричит от боли, а он же не знал до этого, что есть боль, есть какие-то страдания, он это не знал. И тут получается, что? Так ребенок родился, почему он должен кричать от боли? Ну, говорит, это закон такой, и у учителя говорит, закон, потому что земля, а он не понимает, он же все время жил в этих тепличных условиях, и тут что-то происходит. Идут они дальше, идут они дальше, вдруг они встречают человека, который идет, и он весь обезображен лепрой, ну, это проказы, да, вот, у него гнойные там все, у него лица нету, там носа нету, он говорит, а что это? И он корчится, весь идет еле-еле, корчится от боли. Он говорит, а что это? Это, говорит, больной человек. Он говорит, а что такое больной человек? Ну, говорит, это тоже закон такой, вот он больной, он заболел, он говорит, а почему он заболел? Он говорит, ну, понимаете ли, царевич, Но вот есть такое понятие карма. Он говорит, а что такое карма? Он говорит, карма – это вот человек что-то такое сотворил, что-то такое сделал, и вот теперь он терпит такие страдания. Идут они дальше. Идёт дальше, они встречают человека, который идёт, еле-еле идёт, опирается на палочку. Опирается на палочку, и он остановился, и очень-очень удивился. До сих пор его окружали какие-то совершенно молодые люди, здоровые, а тут какой-то человек весь морщинистый, еле-еле движется, еле-еле идёт. Тоненькие ручки, тоненькие ножки. Он говорит, а что это такое? Кто это человек? Он говорит, это старый человек, который уже заканчивает свою жизнь. Он говорит, а что, такое бывает? Он говорит, да, бывает. А раз уж мы здесь, я должен тебе объяснить, это такой закон жизни. То есть человек рождается, человек взрослеет, человек старее, человек идёт, а не дальше. И вдруг они смотрят, человек лежит на обочине дороги и просто лежит. Значит, он сразу побежал к нему, подскочил, он говорит, он упал, наверное, он страдает. И он попытается его там поднять. Он говорит, не трогай его, царевич, он умер. Он говорит, как умер? А что такое умер? Он говорит, это вот как раз-таки то, что все так будут. Все рано или поздно у нас умрут. Это закон материальной вселенной. И он задумался. И он задумался. И вот это был первый этап. После этого он стал шакемуни. После этого он стал, сел под дерево бо. Ну, баняновое дерево. И начал медитировать. Ну, до этого он учился, конечно, поэтому он стал шакемуни. Он учился у святых, у риши, там, учёных. Ну, и после этого он получил просветление. И после этого он 40-х с лишним лет обучал людей, как надо правильно жить, как надо соблюдать, чего надо делать, чего не надо делать. И вот мы обращаемся опять же к этому самому несчастному чату. Несчастному почему? Потому что люди истолковывают этот чат, как написал один человек. Это борьба за правду. За какую правду? Почему должна быть борьба за правду? Во-первых, если это правда, так борьбы быть не должно. Это почему-то нас так приучили думать, что это правда. Это борьба. То есть неоднократно говорили о том, что вот человек, который вот сейчас должен был быть, но, к сожалению, вот он опоздал. Но и после этого я не смог вот так вот включить на ходу. Поэтому я просто расскажу. Мы с ним провели программу. Мы с ним проведём ещё программу. Заботал Леонид Каченко. И он сам родом из Украины, из Киева. И понятно, как относятся ко всему люди, которые родом оттуда. Неважно, на какой территории. Я говорил, не имеет значения, на какой мы находимся территории. К сожалению, карма нас догонит везде. Чему бы тому не виноват. Не имеет значения. Можно удирать от болезни, она вас всё равно настигнет. Почему? Потому что истоков болезни никто не знает. Никто не хочет заниматься. Все берут вот сегодня сиюминутное освобождение от страдания. Ну а почему они возникли? Никто не реагирует. Почему человек умер преждевременно? Никто не реагирует. Все назначают виновных каких-то. То ли это болезнь виновник. То ли это человек, который убил другого человека. То ли это вот эта вот война. И никто не говорит, о чему это предшествовало. И вот дальше идёт дискуссия. Как оно было? Из чего оно было? В чате, в телеграм-канале. Если вы произведаете наверх, там есть ссылочка на телеграм-канал. Можете прочитать. Пока это ещё есть, но оно будет удалено. Я не вмешиваюсь в действие администратора на всякий случай. Но иногда я могу сам это делать. Но администратор, если не соответствие правилам и не соблюдение правил, человек удаляется, который вносит раздоры и так далее, только лишь потому, что ему так кажется, надо бороться за правду. Или, допустим, всем сообщать. Можно подумать, никто не знает, что происходит. Но каждый человек имеет право, имеет своё мнение. И вот какая система, допустим. Вот, к примеру, Леонид. Ну, как обычный человек, он, соответственно, относится к этому. Событию, да, будем так говорить, относился совершенно однозначно. Ну, как? Идёт война. Значит, кто-то агрессор, а кто-то угнетённый. Правильно? На кого-то нападает, кто-то защищается. Великая Отечественная война. Правильно? Всё было бы нормально. Или Первая мировая война, Вторая мировая война. Вот готовится, сейчас говорят, к Третьей мировой войне. Кто-то готовится к Третьей мировой войне. Мы сейчас об этом поговорим. Это всё очень и очень неоднозначно. Но дело в том, что есть истоки, откуда всё начиналось. И вот идёт обсуждение, откуда всё начиналось. Если мы почитаем там-то. Зачем читать там-то, если это всё, простите, фальсифицировано? Как вы это знаете? Вы что, были, жили в это время? Пускай даже 500 лет назад. Вы же не жили 500 лет назад? А история сколько раз переписывалась? Вы что, это не знаете, что ли, дорогие друзья? Если Библия переписывалась неоднократно, если оттуда была убрана лженаука-астрология, типа, да, лженаука, если оттуда были убраны огромные просто вещи, типа, допустим, реинкарнация была убрана, так как же можно сказать, что здесь это не фальсифицировано? Ну, татар монгольского игора не было вообще, да, а у нас этому обучали. Хан Баты, не было хана Баты. То есть хан Баты – это монгол, что ли? Он белый человек, это есть доказательства этого. Это сфальсифицировано. Ледовое побоище, не было этого ледового побоище, сфальсификацией полностью. Крещение Руси, как оно происходило, крещение Руси, если уже на то пошло, да? Так если вы уже так и соблюдаете, дорогие друзья, вот эти все, да, так расскажите, а от чего тогда пришёл Иисус Христос? Ну, читайте Булгакова тогда в таком случае. И когда его вели, когда перед Нероном он стоял и спрашивали, а что, Марк, Центурион Марк, он что, добрый человек? Он говорит, да, он добрый человек, он хороший человек. Это Центурион Марк, который уничтожило огромное количество людей. А приказы людей – это что, для чего было сделано, расскажите? Это что, злой гений – это демон? Лемин? Да, к примеру. Пять миллионов, шесть миллионов человек уничтожил. По приказу Сталина уничтожено было то, кто уничтожал этих людей. И так цепная реакция, идёт, идёт, идёт. Для чего? Вопрос. Почему? А если допустить, что это да, карма? Ну, вот, к примеру, да, пусть его знаете, нет. Почему тогда судите, объясните? Ну, есть же закон. Не судите, да не судим и будете. А если это какая-то определённая цель? Вот расскажите. Вот я сейчас показал картинку. Вот это Джан Хоуптин, Борисович Институт. Победили? Мы победили? Всеми силами взяли, чем? Масками мы победили эту, вот эту вот эпидемию, пандемию. Или как? Или вакцинациями. Ну, смешно. Но никто не поймёт. А почему она вдруг закончилась, объясните? Вот где-то она закончилась. Причём, заметьте, та же Светлана, кстати, дорога, на которой шла речь беззвучно. Вот. И о чём идёт, вот это я сейчас вернусь к этому моменту. Она говорила об этом. Я говорил, что к июне месяце не будет этого вообще. Всё. Когда? Это ещё в декабре, в ноябре прошлого года. Это понятно было. Существуют циклы, но мы же их не знаем. Мы же оперируем какими циклами? Очень и очень маленькими. 500-700 лет. И то мы не знаем, что это сфальсифицировано. И тем не менее, мы пишем какие-то вещи. Но уже давным-давно всё предсказано. Давным-давно уже всё запланировано. Давным-давно уже написан сценарий, и всё идёт по сценарию. Как? Что? И для чего? Элементарно. Я попытаюсь только сказать ещё раз. Только не берите то, что я там где-то знаю. Я просто оперирую другими циклами и общаюсь с какими-то другими силами, которые, или там, с сознанием, которое находится не в интернете. Уж простите, так получилось, да? Вот. Существует определённый цикл времени, и в этом цикле времени происходят события. Что происходит сегодня на Земле? Откуда появились, к примеру, да? Откуда появились вдруг дети Индика? Ну вот, жили-жили люди, да? Жили-жили. Вдруг появилось дитё. Его взяли и назвали дитё Индика. Почему? Он оказывается не такой, как все. То есть, в 80-е годы, когда они появились, ну, примерно, да? Значит, это появилось начало эпохи. Начало новой эпохи. На это никто не обратил внимания и до сих пор никто не обращает. После этого появились какие-то кристаллические, как угодно их называются, потом хрустальные, потом какие-то такие. Сегодня детки, да? Ну, где вы такое вообще могли представить, о том, что все будут ходить с телефонами, то есть, настоящий мэджик, мэджик, да? Чудеса какие-то, да? Все будут общаться друг с другом по телефону, там, откуда угодно. Там сидишь, идёшь себе с пляжа, общаешься, идёшь там в машине, там тебе не надо телефон снимать, все машины с тобой уже разговаривают, кнопку нажал, соединился, да? Но сейчас происходят совсем удивительные вещи. Вообще удивительные вещи происходят. То есть, и о них не так много пишут в интернете. Но сегодня рождаются люди, которым вот эти дети Индиго, это детский сад, в 80-е годы, таким, слава Богу, уже самим по 40 лет, да, этим детям, бывшим детям Индиго, да, вот, они, конечно, не такие, как мы. Мы их пытаемся куда-то поставить, куда-то поставить в рамки, да, какие-то. Я сейчас закончу с этим и перейду, как мы их пытаемся поставить, и почему этого делать категорически нельзя. Но об этом, опять же, мало кто пишет, мало кто знает. Так вот, значит, вот эти вот дети, сегодняшние дети, да, об этом уже шла речь. Они имеют гидрофильная оболочка, которая окружена каждая клетка, она имеет свободные электроны. Раньше такого не было, сегодня оно есть. И вот каждый свободный электрон дает какое-то определенное, ну, я очень грубо говорю, который дает определенное качество данной особи, да. Вот, один свободный электрон, два, три, чем дальше, тем больше. То есть, сегодня дети, и есть такие случаи, да. Я сам слушал лекцию, я не знаю, я не видел, но я сам слышал лекцию, когда оставили ребенка одного дома, трехлетнего ребенка, с нянечкой, да, а родители ушли куда-то там в кино, к примеру, да, или куда-то еще. И вот поставили в кино, нельзя, ну, телефон, обеззвученный режим, да. А ребенок плачет, кричит, он же не понимает, что они пошли там к маме хочу, к папе хочу. И, значит, ну, нянечка говорит, они там в кино. А он никак не перестает. Вдруг раздается звонок, да, по телефону. У папы на беззвучном режиме. Звонок. Вот. Он не понимает, как это может быть, отвечает на звонок, зазвонит ему ребенок, папа, приезжай домой, я соскучился, типа. Потом то же самое у мамы. То есть, у ребенка телефона-то нет, вообще-то, говорят. Как он, расскажите, может вообще позвонить или подключиться к телефону. Сегодня эти дети входят в компьютеры, взламывают какие-то пендагоновские, какие-то секретные эти самые, там, хакеры и так далее. Это чудо какое-то, понимаете. Можно сегодня, то есть, выводится определенная раса. Почитайте это «Гадкие лебеди», по-моему, да, с ругатских. Вот. Ну, много там на тему, когда там город детей, которые, они между собой общаются телепатически. Сегодня это нормальное явление. Если я раньше там пальцами видела Ненель Кулагина, которая там, допустим, передвигала там спички, и это было какое-то чудо, но она была больная, к примеру, да, у нее там враг мозга был, поэтому там давила там на определенный участок и так далее. Сегодня это все происходит, естественно, нормальным путем. Значит, почему и для чего? Почему и для чего? Если это происходит, теперь я предположу, какое-то очень и очень невозможное. в нашей власти, в нашей воле, в нашем непонимании, да, того, что происходит в процессе, но есть желание назначить всегда ответственных, виновников за это. И мы всегда их находим. То ли это будет президент один страны, то ли это Байден, то ли это Путин, то ли это еще кто-то будет, да, Макрон, там, я не знаю, их много таких, да, назначить виновникам. А кто вам сказал о том, что если такое возможно, да, так почему невозможно влиять на человека, который будет просто марионеткой, просто куклой, и он будет начинать что-то для чего-то. Я предполагаю, с потолка беру вот это вот, да, но я вас уверяю, в этом есть смысл, в этом есть смысл. Я почти не сомневаюсь, что это именно так. Почти, потому что я все-таки материальное существо, как кем бы я ни был, поэтому я тоже, естественно, и могу ошибаться, но мне кажется, что нет. Так вот, что происходит? Значит, к примеру, возьмем Настрадамуса. Значит, почему он предсказывал, да, почему, допустим, сегодня не может ни один человек на Земле предсказать, допустим, типа астролога, да, какой бы он ни был астролог, замечательный, потому что речь идет только о материальных каких-то вещах. И я говорил, что я был там, да, был у Бригу, Брига, это Бригу Муни, это было, значит, высшее существо, пришедшее на Землю, дать понятие астрологии, хирологии, или Палмстри, да, значит, нумерологии, к примеру, да, то есть это было давно, да, но был момент, когда было тоже высшее существо, которое пришло, ну, для своих определенных целей, и называли тот Атлан, допустим, да, называли его Гермес, Трисмегеис, допустим, точно так же, как, допустим, Зевс, Юпитер, это в греческой мифологии, там, в римской мифологии были, но это высшее существо, которое отвечает за какие-то там определенные вещи. Так вот, Анастрадамус владел герметической нумерологией, которая была основана не на девятиричной нашей системе, девять цифр, да, потом идет опять один. Один, девять, а потом идет опять один. Десяти нету, одиннадцать нету и так далее. Вот. А шестьдесят четыре, причем это еще под какие-то, под определенные, там еще, ну, какие-то есть, внутри есть еще какие-то определенные вещи. Почему после девяносто шесть было, вообще-то говоря, измерений, да, а сегодня у нас сколько? Три. Пять это вообще за пределами, да, но компьютер где-то там вычисляет, восемнадцать, там двадцать, допустим, может еще найти, но девяносто шесть, это люди владели, это не компьютеры такими вещами. И вот, что, человек получает сигнал, да, но если такие вещи происходят, дети это делают, да, так почему, расскажите, нельзя послать такой сигнал? Значит, герместрис, это самое, Нострадамус, почему он предсказывал? У него была возможность пользоваться вот этой герметической нумерологией и возможность смотреть то, что было, а цикл, еще раз, у нас не линейное развитие, а цикличное, нас не научили этому. Нас говорили, мы должны линейно развиваться, это неверно. У нас всегда это доказывается и объясняется, показывается во всех учебниках, но не этих наших материальных учебниках, которые мы в школах проходим. Это просто для того, чтобы запутать и все. А на самом деле цикличность. Значит, что происходит? На нашей памяти были циклы какие? Ну, тоже мы на эту тему говорили. Года, да, значит, каждый год мы наблюдаем четыре цикла. Весна, лето, осень, зима. Правильно? Вот столько, сколько лет мы прожили, столько мы помним, теоретически помним, сколько вот таких, но они же постоянно завершаются, и постоянно все равно одно и то же. Ну, мы же знаем, что сейчас будет не зима, а весна. Ну, на наших территориях, допустим. В Новой Зеландии, допустим, все почему-то наоборот, или в Австралии, да? Ну, это не важно, почему там другая страна. Но все равно цикличность, она присутствует, правильно? Значит, так вот, что, то есть, на нашей памяти, но ведь есть же люди сегодня, которые могут считывать то, что было. То есть, происходит опять пьеса, написанная пьеса, правильно? Есть сценарий пьесы, и пьеса играется. Сыгралась один раз, на против... Чайка, допустим, да? Сколько лет уже идет эта Чайка, к примеру, да? Или другие там, допустим, вот, великие там пьесы, сколько, сколько по великим произведениям, сколько лет они уже идут, правильно? Но никогда ни один спектакль не похож на другой. То есть, сначала то же самое, конец тот же самый, мы знаем, да? Но внутри бывают какие-то изменения. Ну, мало ли. Ой, тепленькая пошла, сказал Юрий Яковлевич, да? И Полит. Но там не было тепленькое, не было в сценарии написано. Вот он принес вот такое изменение. То есть, сценарий иногда бывает меняется. Но, в принципе, цикл заканчивается одним и тем же. Так вот, если допустить о том, что... Это же логично, правильно? Если допустить, что это так... Сколько раз, скажите, на Земле это уже было? Если мы прожили, простите, 315 триллионов 40 миллиардов лет. Ну, Земля, ну, не только Земля, вся члена существует столько, Земля внутри этого существует. Расскажите, сколько раз это было? Ну, о чём мы говорим? О скольких десятков или сотен лет? Ну, наверное, что-то знает, чем это было? вопрос о том, что мы постоянно в одно и то же самое утыкаемся в одно и то же место своим, простите, неготовым, я говорю очень корректно, да, мышлением. И те люди, которые нам помогают, они не могут ничего сделать с этим, они не обладают качествами. Для этого надо выйти за пределы трехмерного восприятия. Для этого надо понимать о том, что такое душа. Где в астрологии или нумерологии есть понятие души? Расскажите. Где-нибудь есть такое понятие? Ну, есть слово душа. А что это такое? Расскажите. А почему надо 15 раз приехать, чтобы услышать одну и ту же историю гороскоп, допустим, вот у наследников Бриду? Я там был. Я там был три раза, да, у него, в частности. Ну, мне же зачитывает один и тот же гороскоп, а что меняется? Почему мне надо приехать на следующий год и получить? А почему? А потому, что у нас есть возможность эволюционировать. Если мы этого хотим, а мы не хотим, мы берем, назначаем виновников и рассказываем этот агрессор, а мы бедные и несчастные, забывая о том, что не бывает несчастных, не бывает без вины виноватых. Ну, не бывает. Но мы же этого не хотим знать, правильно? Мы же этого не изучаем. То есть, мы не готовы к этому восприятию. И мы реагируем чем? Эмоциями. И это очень и очень для нас негативно. Теперь смотрите, что происходит. Дети, внуки, это всё понятно. Сколько раз уже было на протяжении нескольких программ я говорил о том, что вы губите своих близких, если вы говорите об этом. Вот именно так. Вы губите своих близких. Значит, смотрите, карма рода. Значит, грехи, как там сказано, предков наших падают до седьмого колена включительно. Значит, мы первая инстанция, дальше идут два человека, родители, дальше идут четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре. В сумме семь поколений. Я задавал вопрос, никто, естественно, не ответил, поскольку этого не знаю. какое влияние оказывает на нас наши родители. Ну, кто-нибудь напишите. Хотя это уже было, кстати. Где-то это уже было, кто-то это уже знает. Я продолжу, а вы подумайте, да? У меня просьба. Опять София Бланка наносит передач, говорила, что отправила камни своей сестре, чтобы узнать адрес. Дорогие друзья, у нас сегодня программа не у Софии Бланка, все-таки говоря, поэтому вы пишите, если хотите, пишите в центре. Да? Так. Так, еще раз, сколько процентов влияет на наши родители? На сколько процентов? Сто? Девятьдесят девять? Сколько? Ну, кто-нибудь, напишите. Просто интересно. Да? Давайте я продолжу. Так. Значит, предпосылки у нас каковы? То есть, все повторяются, правильно? И откуда это все приходит? То есть, предпосылки, они возникают где? Где находятся предпосылки? Где находится причина вся? Прошлый, правильно? А как по-другому может быть, да? То есть, мы что-то совершили, что-то получили, и, соответственно, почему? А потому, что где-то в прошлом что-то мы сделали. Ну, такой закон, правильно? Зеркало и так далее. Так. Ну, хорошо. Люди уже знают. Я смотрю, те, кто написали, знают. Да. Нет, не знают. Кроме Ленокка, да? ноль процентов. Ноль процентов. На нас родители не оказывают никакого влияния. Всё то, что мы добиваемся, достигаем, это только мы сами. А вот дальше идёт, уже дальше идёт. И самое большое влияние на нас оказывает как раз таки самое последнее поколение. Вот там находится, ну, вот закон такой, сейчас не будем спорить, как, что, почему, да? То есть это очень, конечно, непонятно, но вот так. То это долгая история, это долго, надо ещё раз, а у нас и так начали позже, поскольку звука не было. Вот. Многие уже даже поуходили, смотрят, звука нету. Майкл тут поразмахивай, там, руками, что-то такое там. Про себя рассказывает. То есть, значит, кармарот, кармарот. И вот в Петре Лока, значит, есть, об этом ушла речь, но очень коротко. Там есть, значит, мы, да, люди, которые туда попадают, души, да, душа умерла. Причём, кстати, сегодня есть такие случаи, раньше было, так сказать, ну, редкие случаи, сегодня довольно частые случаи, когда люди оттуда, с того мира, да, они с нами общаются. Ну, просто общаются, звонят по телефону, да, звонят по телефону, он же умер, да, начинают, посылают смски. Довольно много случаев, об этом никто не пишет, никто этого не понимает. А что происходит? Ну, понимаете как, то есть, это просто непонимание того, что с нами происходит. Но, тем не менее, то есть, это люди, которые пока ещё не получили тело, да, ну, самоубийцы и так далее. В общем, есть шесть, по-моему, шесть или семь, шесть видов людей, которые задержались, которые задержались на этом свете в виде, там, призрака, скажем так, да, несколько, ну, вот эти шесть категорий людей, которые, значит, не выполнили, короче говоря, программу свою. Так вот, программа должна быть выполнена. Ну, в какой-то степени нам, безусловно, помогают астрологи, там, психологи, нумерологи и так далее, понимание своё. То есть, к примеру, да, я в последней передаче я говорил просто, одно я назвал, скажем, вот, рождается человек, правильно? Рождается человек. Родители знают об этом? Нет? Человек родился 1, 10, 19, 28 числа. То есть, это человек солнечный. Как с ним надо поступать? Ему нельзя, его нельзя наказывать, его нельзя давать ему, значит, сдерживать его наклонности, ему нельзя, скажем, как у нас сегодня было, будь таковой, как все не высовывайся, вот такой позиции такого человека не может быть. Родители должны его воспитывать широко, то есть, давать ему простор. Почему он должен мыслить? Это солнечные люди, солнце, это щедрость, это теплота, это благородство, в хорошем понимании, а если его будут гнобить, то он и будет вместо щедрости будет стяжателем, вместо теплоты, доброты, он будет наоборот все делать, понимаете? то есть, это мы способствуем, то есть, всегда есть плюс и минус. Это полная иллюзия о том, что мы, допустим, у нас когда-нибудь закончится, все будут жить в мире при коммунизме, город солнца, компанела, там, все, это иллюзия, поэтому это не было до сих пор, и, к сожалению, не предвидится, в материальном мире такого нет. Другой вопрос о том, что позитива больше, чем негатива, мы к этому должны как минимум стремиться, если мы хотим, по крайней мере, эволюционировать в нашем материальном мире. Дальше. Родился человек 2-го числа, 11-го, 20-го, 29-го числа. Кто этот человек? Это человек, лунный человек. Его нельзя волновать какими-то вещами, у него эмоции, надо с ним быть очень осторожным, потому что, ну, наказывать вообще никого нельзя до 5 лет, к примеру, но нас наказывают, причем непонятно, как объясняют, почему у него может расстравить этого человека, этого ребенка, и эмоции у него будут приводить, эволюционировать. Почему? Потому что луна, луна – это вода, вода – это штиль или это буря, может быть, правильно? Поэтому надо быть с этим осторожным. 3-го числа уже говорил, 3-го, 12-го, 21-го, 30-го, это люди-юпитерианцы, они логичные, им ничего, им надо методом сравнения объяснять, а не говорить, вот так я тебе сказал, вот так и делай. Не поймет он, поставил в угол, ты не слушаешь меня, а ты докажи ему, а ты покажи. Он поймет, ребят, точно поймет. Дальше, 4-го числа человек родился, 4-го, 13-го, 22-го, 31-го, ну возьмем Ленина, 22-го числа родился человек, просто как пример, не только он, много других, которые родились. Что это за люди? Имеет качество, невероятное качество, это магическое число, это мастер число, 11-22, два мастера числа. Но, к сожалению, да, находится под влиянием планеты Раху, вот, а эта планета не для стяжательства, к примеру, да, ему надо объяснять тоже по-другому, его не надо включать музыку, допустим, на всю катушку, ему надо ложиться спать уж никак не позже, чем 10 часов в любом варианте, да, человек родился 5-го числа, 14-го, 23-го числа, это меркурианцы, то есть ему надо давать свободу слова, выражать свои эмоции, он коммуникабель на сего, ему надо ставить на слово, чтобы он стишки читал, понимаете, ему надо поощрять его выступление на публике, это, вы видите, какая вещь? Человек родился 6-го, 15-го, 24-го числа, две стороны медали, с одной стороны он может быть, это очень и очень материальным, это опять же стержательство, это деньги, потому что это земной знак, правильно? С другой стороны, это любовь, это искусство, ему надо поощрять каким-то там, не знаю, рисованию, рукоделию, к музыке, вот такого человека надо вести, а не раханут их, допустим, вести, изучать музыку, потому что он будет сейчас, можно и обезьянам научить в конце концов, вот она будет тарабанить по клавишам, что-то она, ну, вряд ли сонату там какую-то там, пассионату там она сыграет, вряд ли, да, хотя теоретически, возможно, все, так вот, значит, 7-го числа, ну, там совсем другое, это человек, который оккультности может быть, да, вот, и я не знаю, еще раз, я сравнивал дату, которая у нас есть, к примеру, две даты я сравнивал, была программа, я ее не выставлял на Ютьюбе, она была на Сангейтс, не на Сангейтс, а на Чикаго радио, там, где был президент Путин, президент Зеленский, да, качество, ну, Зеленский, наверное, правильная дата, у Путина, возможно, нет, хотя, в принципе, если бы я захотел, я бы узнал эту дату, у меня есть человек, который учился с ним вместе в школе, может, не в одном классе, но я знаю такого человека, вот, но мне это неинтересно, но дата соответствует, вот та, которая есть в интернете, она соответствует качествам, да, хотя, с другой стороны, есть другая дата, тоже соответствует, да, но, опять же, до одного момента, мы все материальные существа, я просто говорю, как надо начинать, то есть, человек должен развиваться, мы же родились в человеческом теле, верно, как надо эволюционировать, как человек, вот я беседовал с моей знакомой, хорошей, да, ну, вот она говорит, а как же вот ваши преподаватели, типа там Ольги Викторовны, Елена Смирнова, других преподавателей, а если они такие вот духовные, что они деньги берут, к примеру, да, за свою работу, а как они не должны брать деньги за свою работу, дело не в том, что они берут, во-первых, вы тоже не работаете бесплатно, вы тоже каким-то образом зарабатываете деньги себе, это первое, но главное это не это, а главное, что те люди, которые не хотят давать, они ничего не будут получать, этот закон отдаваем и получаем, вот и все, поэтому здесь совершенно не в этом дело, за все надо платить, как говорится, то ли монетами, то ли чем-то другим, пожалуйста, в древние времена были люди, которые другим платили, вот, как угодно, пожалуйста, у каждого есть право выбора, восьмерка, да, восьмерка, то есть это, ну, с семеркой понятно, да, это люди, которые, еще раз, у них интуиция развита, да, значит, им надо вот такие какие-то головоломки, допустим, давать, какие-то, приучать вот к этому, чтобы мозги, короче говоря, работали, оккультные науки им подходят, правильно, интуитивные какие-то вещи, магические какие-то вещи, да, восьмерки, это люди 8-го, 17-го, и 26-го числа, которые родились, это все упорядочено, это пахари, да, вот, понимаете, пример, я уже рассказывал, этот Алексей Стаханов, да, то есть, который был ударником коммунистического труда, который тут все там, ну, во времена бывшего Советского Союза, разумеется, может, конечно, в силу людей молодых, этого никто не знает, не помнит, но, как бы, он все-таки, в чем было дело, то есть, он выдавал на гора вот этот уголь, да, в забое, но ведь он же не был тружеником, он не был Сатурном, это сатурнианцы должны быть, он был Юпитером, Юпитером, то есть, его взяли, да, вот эта карма, его взяли и сделали из него какого-то идола, работника коммунистического труда, вот, вот, чем он закончил свою жизнь, спился или умер, да, вот, а что он сделал, тем не менее, самое главное, что он сделал в этом забое, разделение труда, это юпитерианец, который сделает, вот это, то есть, раньше, этот самый, молотком долбит, и он же его носит, нет, он долбит только, другие уносят, другие подносят, там, охлаждают, это самое, вор, этот и так далее, и так далее, он это сделал, но из него сделали не весь кого, и вот и все, это наше общество, наша система это сделала, я не говорю плохая, неплохая, то есть, каждый должен заниматься своим делом, иными словами, да, нам не дозволено судить, вот самое главное, что же мы судим, тогда вы это объясните, ну, зачем мы судим, зачем мы назначаем виновников, да, ну, давайте про себя думать, давайте думать о хорошем, зачем вы думаете о каких-то там гадостях, и так далее, и начинаете уподобляться, разоблачателем вот это, вот это видео, которое просто глупое видео, еще раз, я рассказывал про это видео, которое, ну, я с Драган провел не один час в личных беседах, но я знаю ее качество, вот я об этом рассказывал, с этого все началось, вообще так говоря, в Сен-Гейтс-Андерграунд, в Телеграм-чате, да, где он, как зритель разоблачает ее, разоблачает, слово-то какое-то, тоже мне, то его назначил, но сейчас не о нем, каждый человек имеет право делать то, что он хочет делать, вопрос к тому, что для чего, то есть этот пиар на негативе никуда не годится, рано или поздно это все уйдет, мы сейчас дойдем, закончим на этом, кстати, куда мы все-таки идем, какой тут есть вопрос, как нам увеличить свое долгожительство в теле, на земле, человечество не было способно, знаниям нашей деградации, закономерная карма, да, ну, во-первых, да, карма, как увеличить, значит, ну, для начала, надо соблюдать основополагающие принципы, основополагающие принципы, ну, короче говоря, надо убрать то, чего делать нельзя, да, то есть, есть правильную пищу, да, которая содержит, в общем-то, энергию, значит, ну, пища, которая, ну, если мы говорим о пище, то, вообще-то говоря, пища должна быть что? Приготовлена не более, чем за два часа пища, через два часа раньше, никто не ел эту пищу, если она пролежала два часа, а у нас сегодня из холодильника два дня, три дня, четыре дня, замораживают, там лежит какое-то, да, дальше пища, в которой не содержится абсолютно никакой энергии, да, я проводил программы когда-то, да, вот до того, пока он не ушел, Игорь Ветров, да, мой хороший, ну, знакомый, будем так говорить, хотя мы с ним никогда лично, так сказать, вовсе не общались, только вот по телефону и так далее, по интернету общались, но мы были с ним большие друзья, вот, к сожалению, вот мы с ним говорили, значит, пища, которая не содержит никакой энергии в себе, да, залежала вот эта вот пища, к сожалению, да, то есть, ну, и многие другие вещи, в общем, 440 лет, так сказать, можно жить, но вопрос в другом, если мы доживем до какого-то определенного периода, или как минимум своим духом или сознанием переживем вот это вот время, сейчас мы об этом поговорим, то тогда у нас появляются шансы, вот, ну и да, так вот, что было в этом самом, что-то я несколько вот посмотрел и избился, то есть, о чем это, о том, что, да, сегодня нету ни одного человека на Земле, в материальном теле, который мог бы показать, что мы, вот, что нам предстоит и как оно будет, мы в это время идем, значит, что происходит, еще раз, вот на этом надо закругляться будет, то есть, первое, будем так говорить, волна, налетевшая, это эпидемия, так, по каким-то причинам, неважно, не будем обсуждать, она закончилась, почему? Еще раз, это домыслы, будем так говорить, досужие домыслы, как угодно их называйте, но сверху все видно, еще раз, не случайно, нету никаких людей, которые это задумали, нету, не надо никого назначать, еще раз, виновника в лице, там, белогейца, там, или кого-то там еще, боже упаси, зачем? Это просто орудие в руках, какого-то там, высшего, скажем, разума, почему? Мы, значит, существует 33 миллиона богов, 33 миллиона, почему? Потому что существует 33 миллиона законов, а сколько мы знаем законов, и кто, вообще-то говоря, этим всем заведует? Уголовный кодекс Российской Федерации или какой-то другой страны? Глупо, да, это все земные законы, сколько это, пару десятков, да, и все, 33 миллиона, то есть мы же не знаем этого ничего, так вот, каждое божество, или там, УПДФ, его называют, он отвечает за этот закон, и если мы их нарушаем, мы получаем то, что называется вот это вот карма, правильно? Дальше, значит, мы идем в ту эпоху благоденствия, да, и об этом шла речь, когда раздается новое поколение людей, но мы должны соответствовать, то есть цикл не примет, то есть время не примет негативных людей, которые рассуждают на уровне эмоций, и все, и осуждают то, что происходит, осуждать ни в коей мере нельзя, почему? Потому что мы не обличены, пускай и другие, есть люди, обличенные властью, они осуждают об этом, я еще лет 15 тому назад был еще до этого канала нашего, YouTube канала, значит, вел передачу с очень известным там, кстати, из Киева, да, человеком, который, ну, большой знаток, короче говоря, и тоже там сидели люди, там много было людей, когда-то люди приходили, слушали это все в реальном времени, да, я с ним телемост вел, и он рассказывал об этом, и это была совершенно негативная реакция, как это так, как это можно, то есть это можно оправдать таким случаем, в таком случае, левое злодеяние, да, если иметь в виду о том, что мы не земные, а мы какие-то, и смотрим на это совсем с другой стороны, то да, это просто орудие, и таким образом, значит, что будет происходить? Вторая волна, первая волна закончилась, почему? Количество людей, предусмотренное там где-то сверху, там есть какая-то квота, на количество людей, которое должно жить в новой эпохе, к примеру, да, еще раз, с потолка, не обращайте на это внимание, что это именно так, но это так, кстати, да, просто с этим, конечно, многие не согласятся, то есть, ну это логично, как минимум, да, но это еще не все, потому что последствия против вот этого, вот того, что было сделано, они будут, вот совсем скоро, они должны ощущаться, время, инкубационный период должен закончиться, так, и тогда пойдет. Сейчас наступает вторая волна, вторая волна, передел, скажем, карты мира, да, но это материальные, значит, передел, значит, есть какие-то силы, и я читаю, просто диву даюсь, а при чем тут Америка, вот, такие даже, мои хорошие знакомые, такое говорят, такую чернуху несут, но полным ходом идет промывание мозгов, вы, друзья, это NLP, Neuralinguistic Programming, Neuralinguistic Programming, полным ходом, идет зомбирование категорическое, но я-то знаю, лично этих людей, ну, такую несут, билиберду, а вот нет чего-нибудь такого, чтобы разбомбить эту Америку, это я не хочу называть имена, но это довольно известные люди, ну, как это такие вещи можно сделать, вы все считаете, что этим все закончится, а что отголоски не придут обратно, да, они придут только так, значит, вы же выражаете негатив, да, какая разница, значит, вы причастны к тому, мы причастны к тому, что на нас кто-то воздействует, правильно, это не они, мы же этого не знаем, то есть нас зомбируют, и мы в полной уверенности, что это именно так надо себя вести, ведем и гнем свою линию, и причем защищаем ее только так, ни секунды не сомневаясь о том, что мы правы, и убеждаем всех о том, что это так, это вот это плохое, вот это вот, они такие, а если мы ошибаемся? ну, ведь то, что до сих пор было, ну, это же значит, это логично, но это большой минус нам, что мы не знаем, что такое карма, мы просто не знаем, что это уже было, эти циклы были, эти эпохи были, вот эти войны были, уже и не один раз они были, и заканчивалось все одним и тем же, если мы хотим закончить свои жизни, вот, в полном невежестве, в следующий раз мы родимся, да, никто же не говорит о том, что мы будем лисичками, там, кроликами, там, зайчиками, и корочками, и так далее, вполне вероятно, но, допустим, мы будем людьми, но нам создадутся условия другую, у тебя будет другая коллизия, и мы опять будем все то же самое проходить, пока мы не начнем понимать о том, что что-то где-то не так, что мы находимся в том цикле времени, и что происходит, допустим, сейчас, значит, допустим, да, ну, я как бы занимаюсь финансовыми, так сказать, вещами, да, экономическими, и мне не надо читать вот это все, поскольку я, простите, да, ну, как бы я получаю какую-то информацию из других источников, так вот, чисто, я же рассуждаю чисто логически, что произошло, допустим, я вчера беседовал с моим приятелем, вот, что происходит с санкцией, да, вот, для чего нужны вот эти санкции, ограничения, да, для чего, значит, что происходит сейчас, к примеру, чем руководствуется власть имущая, они руководствуются двумя вещами, да, сегодня в мире господствуют две вещи, это власть и деньги, правильно, власть и деньги, значит, чтобы защитить власть и получать деньги, для этого нужны какая-то еще защита, мощь какая-то, правильно, военное какое-то, вот, там, производство и так далее, да, но идет совершенно, совершенно непонимание того процесса, в котором мы находимся, всему свое время, вот, привяжу пример, допустим, да, значит, вот, мы находимся, мы часть чего-то общего, да, мы часть чего-то общего, я уже говорил, о том, что была такая, была такая, вот, Бхаратаварша, да, это Бхаратаварша, это было место на земле и общество, общество, которое жило единое общество, там был единый правитель, да, единый правитель, и общество жило, там не было национальностей, границ не было, да, это просто жило единое, огромная территория, общество было, назывался на пар товаре речь идет о многих тысячах лет как мы это знаем но есть литература где это описывается и предсказание тоже есть где это описывается можете представить есть предсказание до того как это произошло гитлер да но 5000 лет назад книги написано хитлер да но кто это может знать расскажите только те люди которые это видели то есть сценарий написан друзья нам это невдомек мы же мыслим тремя этими самыми измерениями всего тремя измерениями мы мыслим то есть мы же не можем выйти за пределы мы не хотим даже выйти мы даже не допускаем мысль да мы хотим вознесись куда-то перейти в какую-то мерность плотность как ее называют без того чтобы себя очистить то есть на то что мы себе накопили не все конечно да я не говорю что за все но очень многие то есть мы же не знаем кто мы есть а вот вознесись мы хотим и мы задаем вопросы а как это мы вознесемся а он мой супруг или супруга да они какие-то вот все такие а я вот весь такой или такая вот я такое духовное да мне это самое вот они они вот эти вот сидят внизу ну что она прожила с ним 30 лет дай бог с ним в конце концов да зато я вознесусь то есть лучше получается там где нас нету да не так это не годится и вот что значит происходит пример 100 с лишним лет развивался капитализм и строились экономические отношения на западе как называют опять же взяли разделили востоке запад какой востоке запад это все запад еще раз я это говорил неоднократно и бывший советский союз европа азия и соединенные штаты это все за просто создались условия где надо две противоборствующие какие-то державы великие державы одна держава закончила свое существование наследник уже там другая примеру да но та первая вторая супер держава она же стала семью вот ее надо разбомбить а вот пускай им будет вот у нас так и у них то есть опять разделить все да но когда-то же этого не было дальше опять же есть комментарии в то это самое вспомнили о том что светлана дорога сказала что освобождение придет или восстановление или духовность придет из россии вот потому то потому то нет не поэтому а только лишь по одному и этого нету в нашей истории написанной в учебниках истории но нету этого правильно а именно что это была не россия не советский союз да это сегодня просто мы наследники но физическое общество распал но не было таких вообще эти границ этих материков европы азии вот это вот не было индии да но не было такого просто это была огромная территория огромная территория больше час которая занимала сегодня занимает высшие советские средства советская пространство или россия конечно больше самая большая республика по численности по территории простите да вот значит и поскольку там жила жила общество да и большая часть это жила на территории то рано или поздно цикл должен завершиться восстановление то есть разрушено было правильно кальюга будем так говорить вот это несчастная это кальюга понимаете можно все свалить на эту кальюю мы тут совершенно ни при чем то что мы не нарушили законы это и кальюга понимаете мы нарушаем это все калью когда виноват там этот виноват тот виноват белгея спустин там кто то еще там виноват а вот и все главное для начи но ведь это же не так Правильно? Это же мы виноваты. Все, кто управляет этим, на местах, допустим, они просто делают то, что положено, им делать сверху, им билят, они это делают. И они как раз такие, вот этому как раз таки надо подчиняться. Так мы же не хотим. Мы все время находимся виновников, мы все время боремся с кем-то. На нас никто не нападает, нет, мы боремся. И сами себе притягиваем вот эту вот войну, к сожалению. Так вот, восстановление придет оттуда только лишь потому, что там начался этот цикл. Индия здесь ни при чем, просто столица ведического общества была вместе под названием Хастинапур. Хастинапур – это столица ведического общества, к Индии не имея еще никакого отношения, поскольку это было много тысяч лет тому назад, правильно? А Индия появилась две тысячи лет назад на карте всего лишь. Поэтому, при чем тут Индия? Просто территориально она находилась на всей этой огромной территории, и там была столица. Но законы-то были на всей территории. Они перестали соблюдаться. Поэтому возрождение придет именно оттуда, вот только в этом плане. И кто этому будет способствовать? При чем тут Украина, Россия, или там Казахстан, или там Грузия, или что? Или Беларусь, допустим, да? Вообще никак ни при чем. Разделяет властвует. Поэтому, чтобы создать что-то... Еще раз, я совершенно непричастен. Я могу сказать вам, дорогие друзья, если кто не знает, я вообще-то профессор Украинского университета, Львовского, Ставропегион. То есть я к этому имею прямое непосредственное отношение. Я был там, физически приезжал туда, на свою инаугурацию. Я беседовал, я ходил по Львову. Меня водили, там экскурсии устраивали. Я общался с людьми. Здорово, замечательно. Моя невестка, вообще-то говоря, коренная киевлянка, вообще-то говоря. Моя невестка. В то же время я родился в России. Так что мне надо, скажите, делать тогда в таком случае? На чью-то сторону становиться? Ну, глупо, правильно? Какой смысл? Зачем? Какой смысл? Это что, духовный мир, расскажите? При чем тут духовность вообще к этому всему? Ну, зачем же это надо уподобляться-то? Если мы хотим эволюционировать, вот о чем идет речь, понимаете? Я говорю только об информации, которая может стать знанием только тогда, когда мы начнем ее применять. И вопрос весь в том, не в астрологах, не в нумерологах, не в психологах, а вопрос в том, вы, наверное, плохо смотрите или не смотрите эту программу, о душе. Я говорил о том, что есть черная душа, есть белая душа. Вы хотите стать черной душой? Вы станете ей только так, если будете говорить вот о этих негативностях в вещах. Как бы ни было это больно, надо уйти от этого. Этому учил Бута. Вот этому он учил. Нельзя быть причастными, если мы хотим эволюционировать, конечно, нельзя быть привязанными к этим материальным всем вещам. Трудно, конечно, быть не привязанными к семье, к детям, я понимаю, но рано или поздно, в следующий раз они же не будут нашими детьми, рано или поздно мы же уйдем, ну что тогда будет? Ну, это же надо эти вещи как минимум понимать, а мы не хотим, к сожалению, это понимать. Вы уж простите, но это именно так. Друзья, у нас программа начинается, мне надо заканчивать, причем уже давно, мне уже пишут. Всего доброго, до новых встреч, будьте здоровы. Хорошо, хоть мне, я обратил внимание, мне написали. Мы продолжим, если будет такой запрос. Пока.